Россия значительно уменьшила применение барражирующих авиабомб «Гуменюк». Российские военные в последнее время значительно снизили применение барражирующих авиационных бомб по территории Украины, об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, пишет РБК «Украина» со ссылкой на «Радио НВ». Они не отказались от бомбежек управляемыми авиабомбами, но, очевидно, их стало меньше. Раньше это было 3-4 раза в сутки, потом сошло до 2-3. Сейчас фактически, фиксируется, РЭД, один случай в сутки, как правило. Скорее всего, все это связано с тем, что эти управляемые авиабомбы они переустраивают из устаревших авиабомб, предоставляя им крылья, как говорится, для того, чтобы эти бомбы работали так, чтобы невредимыми оставались самолеты, рассказала Гуменюк. Она объяснила, что сложность состоит в том, что самолеты, которые выпускают эти управляемые авиабомбы, не приближаются к зоне поражения украинской системы ПВО? Нам нужна не только наша авиация, которая также могла бы и уничтожать вражескую авиацию, а еще и достаточно мощные, иностранные, РЭД, средства ПВО, которые помогли бы нам также уничтожать самолеты на большем расстоянии, чтобы снять это напряжение с воздуха, заявила Гуменюк. Пока россияне еще не могут вернуться на те или иные позиции из-за высокой воды, они пытаются применять и барражирующие боеприпасы, и авиацию, какая ситуация на фронте. Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на «Лиманском», «Бахмутскому», «Маринском» направлениях. За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.